Меня зовут, звали Слава. Сейчас я Салман. Я приехал из Якутии, из Якутска. Как его называют? Солнечный Дагестан. Хотя немножко тут уже солнца нету. Солнце будет нельзя. Теплый Дагестан. И теплый не в плане температуры, а теплый в плане духовности приема. Приехал я по приглашению у вас, моего брата, с которым мы познакомились. Как-то уже об этом история умалкивает. Для меня это уже целая вечность. Общались много по телефону. Я просто видел у человека отношение к окружающему миру. Человек представился, сказал свое вероисповедание. Мне было интересно общаться с мусульманином. Я видел его отношения и я увидел богобоязненность. То есть человек, который с уважением и страхом, с неким, как может быть и положено верующему человеку, относится к Богу, к Аллаху. И по телефону как бы было это слышно и видно, скажем так. Если человек хочет слышать или что-то видеть, он это будет. Поэтому, вот, скажем так, последний кирпич в фундамент моей веры пришел от маленькой. Я вот решил, как бы не то, что решился, созрел духовно и мне предложил сюда приехать, чтобы изучать, во-первых, стать мусульманином и изучать уже ислам на территории вот этой благословенной, как я считаю и как многие считают здесь. Просто всегда легче и учить язык, и приобщаться к культуре с носителями. То есть сидя где-то на краю света, изучая по книжкам, то очень сложно как бы прийти или найти что-то истинное, что-то точное. Книги, по крайней мере из того, что когда я взял Коран, я не знаю, к сожалению, пока арабского, то есть и написанный Коран на арабском. Я читал в переводе. Я не считаю, что какой бы самый лучший перевод ни был, он все равно адаптирован для человека, принимающего тексты всевозможные. Из того, что я прочитал, даже в переводе, мне, человеку, проживающему на территории православия, в основном общающемуся с христианами, было, во-первых, интересно, во-вторых, я подчеркнул некоторые вещи, которые, скажем так, меня устраивали. То есть вот, я говорю, да, это правильно, это хорошо, так и должно быть, казалось бы. Естественно, были сравнения, сравнения с окружающим миром, который меня окружал. Ислам победил с большим перевесом, скажем так. Ислам – религия сравнительного толка. Созрел, созрел, а потом был один случай, один человек мне как-то сказал, это было некоторое время назад, до того, как я собрался сюда. Он сказал, будет судный день, и, пожалуйста, не говори на судном дне, что ты ничего не знал про ислам, что я тебе ничего не рассказывал про ислам и про мусульман. Ну, мы посмеялись как бы. Я так это всё в шутку воспринял. То есть оно было преподнесено как шутка, поэтому я как бы тоже принял как шутку. Ну, по прошествии некого времени, там, по-пределённому. Зачем осознавать? Я просто, ну, как бы, не то, что я осознавать. Я принял, то есть я прочитав, пообщавшись с людьми, да, я понял и я узнал, что Аллах – единый Бог, Аллах всё создал. Значит, будет судный день, как написано, как сказано, да, и на судном дне я не смогу ничего сказать, когда меня начнут спрашивать. Потому что я в любом случае, будучи там мусульманином или мусульманином, я всё равно там предстану, все люди предстанут. И у меня появился, поселился страх внутри. Вот именно, не знаю, кто-нибудь, может быть, испытывал, не испытывал, когда внутри вот так сжимается. Как бы я много в жизни повидал. Там богобоязнь у нас. Именно, да, может быть, это богобоязнь. Просто у меня внутри сжалось. Я в детстве боялся так спрыгнуть с гаража. Все пацаны прыгали с гаража, а я боялся высоты. Перед прыжком у меня всё сжималось там. Было страшно. И вот буквально перед летом я работал, об этом всё думал. Меня там пара мусульман окружала. Мы с ними как бы разговаривали на эти темы. Периодически вот. Ну, не периодически вообще. Ну, каждую неделю точно созванивались в любом случае. И вот этот вот как-то, не знаю, в июле началось вот это вот. Сжимается, да, вот она сейчас вот. Завтра начнётся судный день, а я ещё ничего не сделал. Я ещё не готов. Да. Я потом скажу, вы подождите, отложите судный день, я сейчас приму. Там же никто так не сделает. Как было что-то как-то у меня. Там чуть-чуть не сложилось, там чуть-чуть не сложилось. Думаю, сейчас поеду и даст Бог сладится всё. Всё, собрался как был так. И так и поехал. Просто поехал. Только услышав. Ну, как бы не только услышав. Ну, как бы Малик Доноприлов. Ну, как бы звал ещё и летом звал. Тепло было тут. Ну, я работал где-то. У меня некие обязательства были перед людьми. Поэтому отец научился слова отличать против него. Сказал, что сделал по этому, работал. Ну, а потом вот собрался в принципе из Якутска. Какого числа? Рюкзак 10-го августа. 10-го августа. Выехал я. Минимум с собой взял. Ну, сменная. Ну, рюкзак где-то 40-45 литров объёмный. Ну, минимум сменная одежда. Спальный мешок на случай, если вдруг не будет помещений, где переночевать. Ну, таких как кафе, мотели. Велосипед тоже. У меня их два. На один колёс просто нету. В России сложно найти такие колёса. Такие колёса не сложно найти. Вот на том поехал, конечно. Нормальный, я думаю, человек на таком велосипеде, не пойду, во-первых, городской. Да, любой никогда не увидит. Да, любой нет, наверное. Это всё равно, что… В начале, в середине июня, да, июля. Смотрю, у меня в телефоне записано «Слава Тумус». Смотрю звонок. Я говорю «Алло, ассалам алейкум, алейкум ассалам слава». Малик говорит «Я тебе хочу попросить одну вещь». Я говорю «С удовольствием любую вещь попроси». Я говорю «Постараюсь выполнить так, чтобы было хорошо». «Ты мне поможешь?» Я говорю «Всегда помогу. Чем помочь?» Я говорю «Он спрашивает. Я хочу принимать ислам. Я хочу быть мусульманином». Я говорю «Слава, это самая хорошая вещь, для мусульманина, что кто-то принимает ислам». Я говорю «С удовольствием». Потом я вопрос задаю «Ну, ты христианин, православ. Разве христианство – это плохая вера?» Я говорю «Общаюсь, ну, просто спрашиваю». Он отвечает «Малик говорит, ты меня не старайся уговаривать. Если такое будешь говорить, тебя Аллах накажет, говорит». Я говорю «Слава, приезжай в Дагестан». Здесь хорошие мусульмане, хорошие братья, хорошие люди. Не так, что по телевизору показывать о Дагестане, только плохом. Здесь очень много хороших людей. И поможем тебе принять ислам, и поможем научить к этому, что вера истинная, и во всех отношениях, чтобы стать мусульманом, поможем». И вот решился приехать. Сказал, я говорю «Завтра, пусть завтра выезжаю». И выехал. Я думаю, как бы убедиться, что выехал, не выехал. Звонил телефон, отключен. Думаю, где-то, наверное… Значит едет. Да, я знал, что значит едет. Может где-то дороги, где-то связи нет, сигнала нет. И третий день проходит звонок. Смотрю «Слава, Тумбус, Билай». Я поднял «Ассалам алейкум». Я говорю «Алейкум ассалам ассалам, а как дела?» «Да нормально, уже выехал. Все хорошо, все замечательно. Только если я скажу, на каком транспорте я еду, тебе смешно будет». Я говорю «Мне не смешно быть. Ты, главное, едешь, Аллахамдулля, это хорошо. Главное, ты выехал». Сказать, на каком транспорте я еду? А ну скажи, я на велосипеде еду. Я уже тысячу сто пятьдесят километров, говорят, проехал. Я говорю «Молодец, ждем тебя». И вот так вот, как бы, звонки, общение, вот так вот. Да, всю дорогу поддерживал. У меня, правда, в РОУ мне не нужно было, чтобы у меня постоянно шестьсот рублей было. У меня такой тариф был. Постоянно у меня должно быть шестьсот рублей на маме. Мегафон каким-то образом отключился у меня с Иркутска. Как бы, не могу звонить несколько дней, по-моему. Я вообще не звонил. Не было. И он не может позвонить ко мне, дозвониться. Потому что у меня минус, он не принимает звонки, не проходит. СМС-ки идут, СМС-ки могут проходить, а звонки не идут. То есть якобы-то бы заблокирован. Вот вы выехали из Иркутска. Первый город, в который вы поехали? Нет, ну, Якутия, во-первых, большая. Поэтому первый город был Алдан. Алдан. Да, Алдан. Алдан. Да, это город золотодобывающей промышленности. Это и считается Южная Якутия. Потом уже город Нейрингри. Это там угольные разрезы. Молодой город, 75-го года он. Когда БАМ строили. Этот город построили. После него уже Тында. Столица Амурска. Да, столица БАМа считается в Амурской области. Ну, я в той степи как бы родился. Там более-менее что-то знаю. Потом я выехал на федеральную трассу уже Часа-Хабаровск. К тому, кто называется. Он на нее выехал и поехал в сторону Читы. Я выехал в районе поселка Большой Невер. Вернее, между поселком Большой Невер и поселком Сковородино. Трасса новая, для велосипеда хорошая. То есть, для такого велосипеда тем более нормальная диана. Для машин, конечно, она уже вся проваленная, некачественно собранная. После Читы уже Чита это у нас Забайкальский край. Потом Бурятия началась. Улан-Удэ. Потом у нас Байкал пошел. Я несколько дней возле него ехал. Приехал в Иркутск. Иркутск прошел. Ну и дальше там уже крупные и крупные городов. Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск. С Омского есть дорога через Казахстан. Я когда предварительно выехать тоже считал километраж, как мне поменьше съездить. Через Казахстан получилось по прямой 9600 до Махачкалы. Если в объезд там плюс 300. Я еще плюс ушел от Омска, ушел на Ишима. Я уже ушел в сторону Тюмени. Там немножко просто заблудился. У всех дорог вид второстепенной дороги. То есть если бы была главная, я бы не ошибся. А тут они все одинаковые. Куда повернуть? Ну повернул на Тюмень как бы. Там меня подвозили, где-то там 20 километров подвозили из местных жителей. Где-то там 50, вот я 100 километров там проехал. Мужчина, у него просто сын занимается велоспортом. И он меня... Я когда ехал, он меня увидел. Он ехал мне навстречу. А потом через несколько дней он уже возвращался домой с рейса. На газели. И он меня догнал. Я опять ехал. Он просто удивился, что я еще еду. Он несколько дней назад меня видел. Ну а потом мне сказал. И вот он в район у меня Екатеринбурга подбрал. Там 125 километров. По-моему, да. До этого. Ну вот он довез меня до, по-моему, Артемьевск. Городок Шахтерский. До Екатеринбурга там, по-моему, 125 километров, по-моему, он мне сказал. Ну, я ехал целый день, если честно. И по километражу там у меня больше немножко вышло. Да. На велосипеде установленный был этот. Где минимальный? Сколько проходил? Минимальная обязаловка у меня была 100 километров. Это железно. Просто дело в том, что у нас большая необъятная страна. Не у нас, а в стране, по-моему, кроме пустыни. Вот в советское время пустыня присутствовала, да, там в Туркмении где-то. А сейчас пустыни как бы нету, но остальное все присутствует. То есть весь ландшафт, который вообще в мире существует, грубый. То есть и горы, и равнины, и степи, хребты. Я просто местами, как бы, у меня средняя скорость была 10-12 километров. А местами, как бы, я увеличивал до 20 километров в час. Велосипед позволяет передвигаться с этой скоростью. Просто особенности ландшафта не давались постоянной скоростью ехать. Особенности нашего климата. То есть после Иркутска я вообще дней десять ехал на встречу ветру. Постоянный ветер. И были такие спуски довольно крутые, на которых, в принципе, допустим, я на таких спусках иногда до 60 километров в час разгонялся. Я на этих спусках, на середине меня ветер останавливал. То есть я разгоняюсь, просто педали не кручу, еду и постепенно скорость падает, падает, падает. На середине спуска могу вообще остановиться, если не буду педали крутить. Ветер настолько был сильный. То есть ветровка, она не пропускает ветер. Так же, как и дождь. Она плотная, поэтому я как парус. То же самое и рюкзак. Потом у меня на спицах велосипед. У меня литые диски, алюминиевый сплав. Они тоже работают. Это большой минус у этих велосипедов. Они работают как парус. То есть если боковой ветер дует, спицы пропускают, эти лопасти работают как вентилятор. То есть меня могло и сносить в сторону. Помимо физики, есть кинетическая энергия. Полный курс физики, грубо говоря, изучу. природоведение, география, политико-административное, территориальное отделение нашей страны. Ну, большая страна, честно могу сказать. Хотя, в принципе, это не первый раз, как бы. То есть я до этого ездил автостопом. Но там как-то все организовано. То есть меня вело несколько человек, постоянно на связи, с комфортом, как бы. То есть у нас были спонсоры, а тут ехать бы сам. Вот начал ехать. Где вообще начались дожди? Дожди начались после... Первый дождь пошел после Иркутска. Вот от Иркутска я отъехал до города. Это город зима такой есть. Там туманы стоят, жесткие туманы по утрам стояли. Температура до двух градусов. Ну, плюсов. Допускалось. Холод. Холод. Утром просыпаешься, весь велосипед, роса, он весь мокрый. Весь спальник снаружи мокрый. То есть внутри как бы тепло, а все снаружи... А спальник не пропускал? Нет, он не пропускал. Он последние дни начал почему-то пропускать. Там, видать, особенности конструкции китайских производителей. А первую ночь где вы ночевали? Первую ночь... Ну, в лесу я ночевал. А тут я точно помню, что по Якутии ехал. За первый день проехать по якутским дорогам 180 км, а именно столько от Якутска первое кафе. На таком состоянии первое кафе это просто нереально. Поэтому я находился в районе деревни Улу. Местность Улу называется. На Медвежье такая местность. Я все боялся медведей встретить там. Ну, там пронесло, я там не встретил людей, потом позже встретил их оказывается. Но все равно встретил. А так... Вот первый я проехал сто... 110, по-моему, километров. Потому что я помню хорошо, было трудно. Я, правда, предварительно в городе. Но я без рюкзака и как бы на легке. То есть шорты, футболка. Я около двух дней по городу как-то более-менее приходил форму. То есть я катался, ездил везде по городу с максимальной скоростью. То есть максимально напрягал ноги. То есть чтобы у меня мышцы все... Ну, в тонусе были, чтобы я на дальнее расстояние... Ну, я просто как бы более-менее был... Имеется в виду, два дня вы катались до выезда? Да, до выезда. Я по городу ездил, как бы... Как бы настраивали себя на ЭПС? Физически настраивали себя. Я морально был настроен. Я должен был в форме быть. То есть у меня должны быть мышцы... Потому что я знал маршрут, по которому я, по крайней мере, по Якутии буду ехать. И мне нужно было в первый день по гравийной дороге, скажем так, да? 150 километров как минимум сделать. Чтобы ближе быть к поселку. Там бы мог бы я и пешком, в принципе, пройти. Но опять же пешком скоро спадает. Поэтому, как бы... И потом я знаю бельеф Якутии. И знаю эту федеральную трассу Лена. Она в отвратительном состоянии. Поэтому, как бы, на велосипеде очень сложно у меня ехать. Там даже, как бы, на машине сложно ехать, говоря уже про велосипед. Из моих знакомых, кто видел этот велосипед, они мне сказали, что я там не проеду. Это уже один из аспектов, из факторов, просто доказательств, что я всегда не проеду. Я проехал там. Вот ехал, к примеру, да? Не было такого понимания, вот, от усталости, да? Дождь, циррость, туман, как бы, да? Такого понимания истощенности и усталости. И такое, как бы, понимание, зачем я еду, куда я еду. Это было у меня 30 километров от Иркутска. Вначале только? Я проехал 3200 километров тогда. Ну, грубо говоря, 3000 точно я проехал. Тогда у меня... Ощущения такие? Вышли из строя уже колеса. У меня порвались колеса. Это был тогда второй комплект. Оставалось минимум средств. У меня был выбор. То ли назад? Нет. Либо я сейчас иду вперед, эти 30 километров пешком тащу на себе этот велосипед. И покупаю на последние деньги покрышки. То есть у меня не было средств. Либо я сейчас его закапываю в лесу, но так же двигаюсь вперед. Закапываю его в лесу, потому что я не могу купить меня. И иду в ближайшую деревню, покупаю хлеб и тушенку. Ну или там кашу какую-нибудь. Чтобы у меня были силы дальше идти. И был еще один вариант. Куда я пошел? Зачем я пошел? Вообще. Я сидел. Честно сказать, мне 36 лет. Ну как бы меня тогда там никто не видел. Я был один на один со всем окружающим миром. Поэтому я сидел и плакал просто. То есть я правильно задал вопрос? Да. Некая мысль была такая. У меня появилась общая истощенность, общая слабость. То есть я физически, физически я устал. И духовное, и душевное тоже. То есть мое моральное состояние было угнетенное. То есть я, ну как бы дождей не было, тогда было солнце. Гуляйте это степень в основном. То есть в принципе сейчас как бы можно даже потом посмотреть, да, что. У меня левая сторона загорела больше, чем правая. Как бы постоянно солнце с левой стороны. Да, солнце у меня входит. Я еду на запад. Солнце у меня встает за спиной. И вот оно слева обходит и садится впереди. Поэтому у меня левая сторона, как бы она больше загорела, чем правая сторона. И вот это вот солнце, ветер, вот это вот все. Ну черный по идее я должен быть белый, потому что я с севера. А я тут черный как бы. Просто вот тогда я подумал, зачем я вообще туда поехал. Ну вот такие мысли посещали. Они были недолго. Я думаю, что когда у человека есть возможность находиться одному, наедине с самим собой, естественно, ненароком необходимо общение. То есть ты можешь разговаривать даже с сам собой. Я считаю это нормально. Когда человек как бы отрицает того, что он говорит сам собой, это ненормально. Когда человек говорит, что он да, разговаривал как бы сам собой. Тогда я возможно разговаривал не сам с собой, может быть как бы есть некая сила, некая связь с чем-то. Я просто поставил себе вопрос. Я вспомнил своего отца, который мне тоже в свое время, хотя я был маленький, особо не по нему. Я потом вырос и понял его слова. Я должен отвечать за свои слова. Ты сказал, что приедешь. Я обещал человеку, я сказал человеку, что я поехал. Как бы это не было, как бы тяжело не было. Да. Как бы это надо, вот эту тяжесть забыть и продолжать дальше ехать, короче. Ну, и это тоже самое, как бы скажем так. Просто как бы появилось много. Вот, да кто он, кому-то там обещал. У меня просто, может быть, я не знаю, это неправильно будет сказано с моей стороны. Это должны со стороны сказать, не я должен сам сказать. У меня есть чувство стыда. Мне было бы стыдно потом посмотреть тем людям в глаза, которым я там сказал, что я поехал. Перед кем-то выехал. Да. И перед этими людьми, которые меня здесь ждали. Включил голову, включил разум маленько. Не то, чтобы разум. Я включил разум для того, я был как бы немножко замутнённое состояние. Я его включил, этот разум, чтобы включить душу. То есть оно как бы должно быть взаимосвязано в моём понимании. То есть объединить разум с сердцем. Да. Я сказал, ты же слава понимаешь, что есть Аллах. И ты поехал искать его. То есть ты должен был, там сказал людям, тут сказал людям. Почему ты как бы не благодаришь, ты принял, вот я для себя на тот момент я принял, что Аллах единый Бог. Как это правильно сказать, то есть как учит ислам, как есть на самом деле истина. Я для себя это открыл, я для себя это решил и я с этим начал жить. То есть и в тот момент, когда мне стало тяжело, я устал, я хотел всё сбросить, я подумал, а почему я как бы у Бога силы не попрошу у Аллаха. Я, если честно, да, тогда на тот момент думал, что я не мусульманин и я не могу у Аллаха что-то просить. Вот был бы я мусульманином, я бы наверное просил. Я просто говорил Аллах, я говорил своими словами, говорю Аллах, я признаю, что ты есть один Бог. Я знаю, что ты всемогущий, что ты всё вот это вот создал. Спасибо тебе, что я сегодня живой, спасибо там, ну сегодня там у меня дорога такая была. Пусть ветер, я говорил спасибо там, пусть дождь, когда начался, я тоже говорил спасибо. Я боялся тогда на тот момент, ну просить, потому что я знал, что я не мусульманин. Как я могу просить? Да, ну то произносение формулы единомозника. Да, поэтому я как-то, ну не то чтобы я это, ну у меня появился как бы некий страх, да, в то время. Потом я как бы тоже сказал, то есть если всё создал, как бы ну понятно, что всё создал Аллах, всё как бы всё, он всемогущий, как бы он всё знает, он всё может. Если ему угодно будет, я конечно вот эти, да, на тот момент у меня было там 9600, ну должен был проехать. Он ещё так расстояние? Ну полностью всё расстояние, там 9600 плюс 300, ну если в объезд Казахстана. Я думаю, да, я думаю, я тогда, если будет угодно Аллаху, он же видит как бы то, что я говорю, да, то есть в принципе я бы мог не говорить. У меня есть мысли, он же всемогущий, он видит. Вот этот момент, как вы попросили Аллаху? Я не то чтобы как бы попросил, я просто сказал как бы если тебе угодно Аллаху, то я значит доеду. Я просто до этого был момент, когда я встретил двух медведей, которые уже с собой дрались. Я тогда чисто на автомате это произнёс, то есть Аллах, если тебе угодно, они меня не тронут. То есть я буквально в 500 метрах проехал, во-первых машину, то есть спрятаться за звуком машин я не мог. Меня очень слышно, то есть тем более для животного уха, у которых очень развиты чувства, они слышат хорошо, обоняние у них хорошее. Поэтому эти двое на меня не обратили внимание, один потом, когда через некоторое время один ещё был медведь, он конечно меня увидел, но он ушёл стороной. А эти даже не обратили внимание, они уже с собой дрались, они такие огромные, кстати первый раз видал таких больших медведей в Якутии. И это тогда было на автомате. Чисто адреналин, выплеск адреналина, я помню, как мне было сначала горячо, потом стало холодно, пот просыпало. А вот когда на Байкале я немножко как-нибудь морально устал, тогда я вот начал размышлять. То есть это так, это так, поеду, не поеду. И потом просто сидел. У меня было два телефона на самом деле. Был простой, он там где-то лежит. И был довольно-таки хороший смартфон N8. Ну и он дорогой, я его как бы за дорого брал. У него очень хорошее, я его почему взял? Да, во-первых, как бы... Навигация? Нет, не то что навигация, там хорошая 12 мегапиксельная камера. Это очень хорошие снимки, очень хорошее видео. Своей памяти у него было 16 гигабайт, плюс флеш-карта тоже 16 гигабайт. Поэтому море, то есть я в самом начале поездки всё снимал. Постоянно, когда где-то нахожусь на природе, я стараюсь что-то просто снять. Бывает, да. Я никогда не допускал мысли, что я пойду на базар предлагать продать свой телефон. Я всегда на них зарабатывал сам, я знаю сколько они стоят. У меня, как правило, по крайней мере в прошлой жизни, были дорогие телефоны. Поэтому я никогда не мог себе позволить, что я его продам за 10% от его реальной стоимости. Не мог бы себе позволить даже в кошмарном сне. Поэтому я об этом никогда не думал, а тут когда остался без колёс, остался морально разбит, это был самый оптимальный выход. А зачем? Он дорогой, да, этот телефон, но зачем мне к нему привязываться? Умереть с голоду и зато с хорошим телефоном зачем? Тем более у меня была цель. Цель доехать сюда, в республику Дагестан, здесь, скажем так, под чутким руководством мусульман принять ислам, изучать. Поэтому я без как-то прозрения пришло, вот же ли не лежат деньги у тебя в кармане. Продай, да. Да, продай, без разницы за сколько продай. Конечно я на рынке ходил, выгадывал там, этим предлагал там. Потом мне окончательно... А где это было, в каком городе? В Иркутске. В Иркутске. За сколько продал? За две. За две тысячи рублей. За что им было? Двенадцать. Двенадцать тысяч. Там были на базаре азербайджанцы или дагестанцы? Нет там, в Иркутске. В Иркутске были с Казахстана. А вот в основном, промежутых расстояния, когда ехали, основной едой чем питался? Хлеб, вода, желательно хлеб черный, потому что у него больше калорий, больше углеводов. Черный хлеб? Да, черный хлеб, больше углеводов во-первых, он сытнее, его хватает на больше. Булки черного хлеба мне хватало почти на двое суток. А помимо хлеба какая еда еще? Ну плюс еще периодически, чтобы… Тушенки? Нет, тушенки мало, я пару раз брал, ее не то чтобы не выгодно. Я брал каши, ну как бы они давно появились, правда даже консервированные каши. И очень много я ел шоколада. Дело в том, что куда… Калорий? Да, то есть я вставал и по 14 часов, иногда 15 часов ехал. То есть я крутил педали по полдня. Поэтому мне необходима была энергия. То, что я ел хлеб, как бы это меня поддерживало чисто физически, но мне все равно нужна была энергия. А вот каши? Расход энергии большой, поэтому пришлось покупать с шоколадом. А вот кашу разогревал где-то? Кашу, да, разогревал. Кашу небольшой. Я сначала, да, я с собой брал, взял сухой спирт. Разжимал. Да, в таблетках он. А потом где-то я… После Иркутска… А, после, да, после Иркутска я, кстати, рюкзак, когда туманы начались, роса, он не отцерел. Отцерел не с вами. Я его даже бросил. И я просто эти… Как это называть? Просто костер небольшой разводил. Банку разогреть, в принципе, это не могу. И, ну, обычно как, с утра вставал, разогрел быстренько, то есть кашу. Я делил банку на две части. Банку на костер? Да, банку на костер, разогрел ее, быстренько перекусил. Дал, как бы, организму немножко освоить питательные вещества. Там обычно 20-30 минут уходило после еды, чтобы надо сразу садиться, как бы нельзя, тяжело ехать. И ехал до ближайшего кафе, до первого, потому что это все запивалось холодной водой. Я, к сожалению, забыл железную кружку, которую раньше с собой часто лазил, то есть я в кружке мог нагреть воды и заварить чай. Я забыл кружку, у меня она пластиковая. Есть возможность в пластиковых бутылках кипятить, но я не стал, как бы, этим делом заниматься, мусорить в лесу. У меня с детства не принято мусорить в лесу, поэтому лишние бутылки туда таскать. С утра обычно после завтрака до первого кафе в обязательном порядке в кафе либо кофе, либо чай горячий. Организм тоже согласился. А вот, например, на ночлеге остался. Был такой период, что холодно? На самом деле, несмотря на то, что у тебя есть, как бы, спальный мешок, как бы, да? Ну, прохладно было. Тюмень было прохладно, Екатеринбург перед Екатеринбург. В мешке? Нет, в мешке я просто с велосипеда, сам блок головной компьютера, его снимал. В нём установлен датчик температуры. Да, поэтому я, допустим, у меня на улице, на улице было ноль, на лужах появляется, на ледней по краям. На ледней по краям. Да, вот, ноль. В спальнике, в принципе, под утро 15 градусов оставалось. То есть, в начале... Больше было? Больше. Больше было, да. Ну, вечером. То есть, я вечером вложусь, там, около 20, скажем, 21 градус, да? А утром уже просыпаешься, уже градусов 15. В самом маленьком 12 градусов было в спальнике. И вот последнее, я после Жигулёвска, это Самарская область, после Тольятти ночевал, он мне начал пропускать этот спальник. Он снаружи, как бы, мокнет, он внутрь не пропускает. Ну, вот, в районе ног он меня... Я тогда, вот, последнюю ночь, когда ночевал, он мне жёстко ноги промочил. То есть, я ехал уже с мокрыми ногами, вот, до Сызрани в район Сызрани, да, уже с мокрыми ногами. Вот до Сызрани ехал ты, получается, ровно почти 40 дней, да? Да, до Сызрани я 40 дней ехал. Вот такой вопрос. Абду Малик, когда позвонил, сказал, что навстречу, как бы, или позвонит, или кто-то пойдёт? Он мне вообще ничего не сказал. Вы позвонили мне первый, я был перед Самарой. Когда я номер дал, Вы сразу позвонили, я не успел предупредить, я ему позвонил. Он сказал, что звонил. Я тебе позвонил, да. Я тебе набрал, говорю, кто-то звонил, ты говоришь, я тебе не успел позвонить. А, это когда было? Звонил, это был, ты был до Самары передоехал? Это было до Самары, да, я ещё до Самары не доехал. Не доехал. Это ещё и было до Самары, это было, по-моему, после Уфы что-нибудь. Ну, там, в принципе, не много, как бы, чего-нибудь. Ну, много. Я звоню Славе, Славе говорю, вот увидишь 05 регион КАМАЗ грузовой транспорт, тут же подходи, скажи, куда ты едешь и набери с их телефона мне. Дай я, чтобы я поговорил с этими людьми, то есть со своими земляками, объясню ему положение, вот они помогут, должны тебе помочь. Он подошёл, звонит, неизвестный номер, я поднимаю, ассалам алейкум, твоя Слава. Алейкум ассалам, Слава. Потом я с этим, кто хозяин транспорта, я с ним разговариваю, я говорю, вот такая беда, помоги, пожалуйста, ему. Чем можешь, помоги. Потом, с кого ты встретил, ты же набирал, звонил. Первые были Расул, они были после Кемерово, большая стоянка. Нет, самые первые мне вообще, если честно, не дали позвонить, сказали, удачи тебе и всё. В общем, рукой помахнули. Да. Ну просто для них было дико там, что человек подошёл, говорит, я к вам еду, дайте, пожалуйста, позвонить мне. Первый был, вот, ребята молодые, где-то они военные, с какого они места. А они, который звонил с телефона. Да, да. И они были с левашей. Да, 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 да. Они потому что сказали, что от Махачкович куда-то. Да, были с левашей. А это город, да. Вольво американец, небольшая машина. Дело в том, что они ехали мне навстречу. То есть мне с ними было не по пути. Я подошёл просто, мне два дня связи не было с ним. Естественно он переживает, как бы он знает, я знаю, что он знает, что я еду. А у меня нет возможности ему позвонить. Поэтому я к ним подошёл, говорю, ребята, вы не из Буйнакска. Нет. А что хотел? Я говорю, да мне вот надо туда позвонить. Так и так было. Я вот еду другу там. А что ты там забыл? Мать Ислам. Ну как, все сразу набрали, дали возможность позвонить. Помогли. Деньгами маленько. Говорят, просто как бы нету сейчас. Там такое место, что с карточки не снимешь. Налички было мало, как бы наличных средств. Я говорю, ладно, завтра поужинаю, сейчас на ужин. Это какая область? Это Кемеровская область. После Кемеровской области это уже Самарская? Нет, после Кемеровской уже это будет. Это ещё за Уралом было. Это самый первый, это самый первый. Потом как бы всё. Прекратились. То есть, я видел, навстречу, я видел, что меня обгоняет. Но я видел в движении. Но стоящих не видел. Стоящих я не видел. Стоящих я уже встретил после Передомском. Я звонил, который меня не взял. Ты рано утром звонил, сказал, что я не успел порядок. Нет, я сначала... А то они тоже стояли на рынке, они бы меня не взяли. Я просто к ним подошёл, тоже ребята, и я резину покупал. И я подошёл, это вот как Расул дал деньги, я купил новую покрышку одну. Это Расул, откуда он был? Ну вот с Левашей. С Левашей. Я в этот, как его называют, на рынок когда пришёл, там вот ребята с 05-го в Дагестанте стояли. Я просто подошёл, говорю, дайте позвонить. Это тоже дня, наверное, уже прошло. Я говорю, можно позвонить? Один дал телефон. Я говорю, просто наберу, ну рано время по местному, ну здешнему, там часов 7-6 утра по местному. Я говорю, позвоню, наберу, просто человек увидит, как бы пропущен, ну он сам перезвонит, вы просто скажете, как бы... Что звонил какой-то человек? Да, что Слава про это, ну он уже позвонит, переспросит. Да, что я вот проехал Кемерово. Они такие, ну ладно, хорошо, как бы мы передадим. Ну, они поинтересовались, что, зачем, кого. Я тоже как бы объяснил, тоже сказали, удачи. Как продадим, как бы мы тебе дадим. Потом вот я перед Новосибирс... После Новосибирска я встретил вот Магомед на КамАЗах. У которого не было места? Нет, нет. А, нет, я сначала того встретил, у которого не было места, а потом вот с Новосибирска, за Новосибирска Магомед, их пять КамАЗов, они все навстречу. Они сейчас до сих пор стоят где они... Где-то они стоят... На Кузнецке они стоят сейчас. До сих пор они не разгрузились. Просто, что мне было обидно, вот я говорю, наши земляки подберут, там третий, да, вот звонят. Я звоню, я разговариваю с ним, я говорю, помогите, говори ему. Он к нам сюда, в Дагестан, в Буйнакс, именно в селе Нижнее Хазанище ко мне в гости едет. Он принимает ислам, он мусульманин, хочет стать мусульманином. Вот подберите, говори его. Они не подобрали его, говорит он. Места нет для велосипеда. Ну, это не стоит. Это чего? Просто то, что у меня было как бы в пояснице, то что обидно? Да, как бы есть такие тоже, разные люди, может быть народные. Может у него места не было, действительно, может не захотел. Ну, а потом как бы... Ночь не поверил. Ночь не поверил. Уже ближе, ближе, скажем, сюда. Сюда тут, конечно, уже больше народу. Дело в том, что, опять же скажу, у меня, по идее, много возможностей было подойти к машинам. Я видел много на стоянках. Опять же, как бы за себя они говорят. Я стеснительный человек. Я не могу подойти. Человек стоит на стоянке, отдыхает. Я подхожу и просто даже позвонить для меня, попросить. Ну, стыдно мне. Которые, как бы... Ну, мне казалось, что лица злые. Ну, они, возможно, просто уставшие с дороги. Я просто не хотел подходить, не хотел тревожить. Поэтому, я думал, ладно, тут прорвусь. Я, по крайней мере, тогда ехал с Аллахом в сердце, скажем так. Поэтому я... Ну, это давало уверенность. Конечно, конечно. И силы давало, и уверенность. Это... Потом, уже ближе сюда, я звоню Славе. Слава позвонил, я говорю Слава. Проси в Аллаха, говорю. Аллах тебе даст транспорт. Делай дуа, Аллах тебе поможет. Ну, вот делаем сразу... Вот, наверное, я думаю, километров 300 ты уже на велосипеде не проехал. Да. Ты начал уже просить Аллаха, дай транспорт. Да, я... Так, там 120... Ну, это... Да, 200 с копейками я всего проехал. Да, после... Ну, я звонил... Когда я звонил? Я говорю, уже в Самаре был в то время, не до Самары. Сначала до Самары первый звонок был днём. Вечером я был уже в Самаре. Я ночевал на рынке, в кафе. Там мы разговаривали. Потом с утра я сломал себе крыло заднее, и начался дождь. Причём хороший дождь начался. Вот я звонил, да, у тебя как вот... Была уверенность, что... Просто звонит человек, или на встречу пойдёт, или какой-то там... На самом деле... Ну, разный же вариант. Может быть, да, мало ли что там позвонил, сказал... Посочувствовал, сказал, да, ну, сожалею, да... Ну, дай Аллах тебе здоровья, добраться там туда-сюда. Или просто была уверенность, что, на самом деле, будет какая-то там реальная помощь, или окажется там... Нет, если честно, вот именно, как бы, вот в тот вечер, да, и в то утро... Я... Ну, просто человек звонит, как бы, да... Нападем, поднимался, да... Ну, как бы, нет, не то, что, как бы... Незнакомый голос, незнакомый номер, как бы, ну, позвонил, поинтересовался... Я слушаю в голосе просто участие. То есть, заинтересованность. Человек заинтересован во мне. Как психолог... Я только, ну, как бы, вот это вот услышал. То, что человек приедет, нет. И уже под вечер, когда я там прошел Тольятти, уже мы с эмэсками обменивались. Тогда эсэмэсками. И тогда пришла... Я проехал... Вечером я... Ну, как бы сказать, отчитался до Пензы. Просто договоренность сначала на телефоне была, что до Пензы я доезжаю, и в Пензе меня встречает. С Тамбова приезжает в Пензу. Я такой, ну, ладно, хорошо. И вот я доехал, у меня тогда сломался компьютер на велосипеде. Ни скорость не показывал, ничего, кроме температуры и времени. И я просто ориентировался по знакам. И вот на знаке было написано, что до Пензы 300. Я отправил эсэмэск тебе, и эсэмэск туда отправил в Тамбов. И пришла эсэмэс. Машаллах, брат, ты много проехал. Наверное, мы завтра уедем тебе навстречу. Это пришла, когда эсэмэс. У меня подсознание включило расслабон полностью. Я в тот день 100 не прошел. Я 90 с лишним всего километров прошел. Я тогда первый единственный день, когда я 100 в день не прошел. У меня просто все такое, у меня слабости. И у меня вот голос, как будто на плече кто-то сидит. Айслава, за тобой у тебя уже навстречу едут. Все, оставай на ночлег. Нет, я проеду еще. Ну, поближе. Не, да ладно, ты уже все, расслабься, уже едешь. Я тогда, да, уже знал. Ну, вернее, не то, что знал. Я поверил, что едут. И потом... Из-за этого остановился? Да, я вот эти 100 не прошел. Но этот голос, который тебе говорят, оставь, ты все равно не послушал. Нет, я как бы не слушал. Я уж потом уже просто как бы дождик накрапывал. Обычно я в дождь старался не ехать. Дело в том, чтобы... Нет, просто, да, 8 тысяч уже проехал. Как бы тут и звали человек. Ну, не на встрече едем. На машине уже. Не на велосипеде, а вообще на машине. Не на мотоцикле. Не на мотоцикле, да. И как бы на машине, да. Вот. Вот этот момент как был, когда Абдрагим к вам подошел? Как он нашел? У тебя ощущения какие были у тебя? Да, честно сказать, я как в тумане тоже. Ну, вот эта вот дорога, она, блин, морально немножко тряханула. И физически как бы. Я похудел на 8, там, с копейками килограмм за этот маршрут, за эту поездку. Ну, как я проехал, грубо говоря, Сызрани. За Сызрани дождь опять пошел. Как раз мы уже созванивались. Вы, по-моему, с Пензы выехали с утра. А нет, вы были 50 километров до Пензы вам оставало. 50 километров до Пензы. Первый звонок с утра в 7 часов утра это было. Я тогда проколол переднее колесо, быстренько его клеил. Я тогда 10 километров не проехал. Я рано встал, потому что дождь намочил ноги. И я как бы в мокром состоянии. Ну, а была уверенность у тебя, что выйдет, 3D приедет? Да, я говорю, вот когда смс-ка пришла перед Жигулевском это было. Перед ночевкой. Я тогда уже как бы поверил, что кто-то едет на встречу. Слава Аллаху. Потом, вот на этом посту я остановил. Потому что дождь. Я говорю, ну как бы тоже созваниваемся. Я как раз в гору поднимаюсь. Ну да, периодически созваниваемся. Я говорю, так и так. Вот я где-то тут вот еду, по-моему, я Сызрань уже проехал. Оказывается, она как бы, ну как бы, несколько въездов в город. И я думал, я уже проехал. На самом деле я не проехал, но я на выезде оказался. И уже в дождь. И мне по телефону неудобно говорить. То есть одной рукой. Я переключиться не могу. Я в эту гору. Я обычно бы в такую гору на первой скорости ехал. А я как бы ехал на девятой. Мне тяжело педали крутить. А я переключиться не могу. У меня трубка в руке. То есть поменять в гору. Если бы скорость была больше, как бы, я бы мог руль отпустить. И руки перекинуть. А тут я не могу. То есть если я отпущу, машины едут. Обрызгиваю всякое разное. Ну вот так вот на девятой забрался в неё. И вот уже говорю, что я уже никуда не поеду. Ну дождь идёт. Я обычно в дождь не двигаю. То есть когда дожди пошли. Дело в том, что когда педали крутишь, цепь проходит, когда по всем звёздочкам. Она смазанная. А в дождь она смывает эту смазку. У меня с собой, ну я как бы взял, опыт был. Взял с собой смазку для цепей. Взял для кареток смазку. Её осталось мало. По подсчётам мне, грубо говоря, почти две тысячи километров. Ну там тысяча шестьсот, тысяча восемьсот осталось бы. Мне не хватит, если сейчас по центральной России дожди у нас. Вот твои запасы, все расчёты, всё было на исходе. Да. К этому моменту как? Ну к этому моменту у меня уже был четвёртый комплект резины. Стоял, который тоже на исходе. Который, в принципе, его хватит километров на пятьсот. И то это в лучшем случае на пятьсот. Потому что там задняя резина, там порез небольшой. Если поймать стекло или камешек, он дальше порвётся и уже всё это будет. Вторая цепь. То есть одна цепь порвалась. Она была на запчасти. Вторая цепь. У меня развалился универсальный ключ тоже. Порвалось седло по ремес. То есть паролон начал вылезать. Сломалось седло там в креплении. Постоянно надо было подтягивать как бы. Либо находиться постоянно на ногах, не садиться на седло. Ну сейчас как бы вроде более-менее сделано. Нормально. И вот стоял на этом посту. Просто дождь идёт. Стоять на улице как бы не охота. Велосипед яркий, заметный. Поэтому я его поставил ближе к дороге, чтобы видно было издалека. А сам встал под навес. Ну и вот перекусил. Что было? Банка паштета у меня была. Ты на посту перекусил? У меня с собой была булка хлеба. Я вот пол булки хлеба с парштетом съел. В воду выпил всё. Где там полтора литра было. И сидел, ну ждал. И гадал уже. Просто гадал на какой машине просто приедут. То есть иномарка или там наша машина. Грузовая там или грузопассажирская. Или легковая там машина. Ну просто. В свободное время появился. Люблю напрягать мозг. Ну мозг я считаю должен постоянно работать. Поэтому как бы вот занятие. Некое расслабление скажем так для себя. Ну почти угадал. Я почему-то думал, что это будет микроавтобус наш отечественный. Не будем называть его рекламироваться. Появилась другая машина легковая. Ну тоже. Слава Аллаха. И дело в том, что как бы я ещё вдобавок, я ещё и не знал. То есть как внешне выглядят люди. Когда человек по телефону представился. Он сказал я имам. Стамбовской мечети. Я видел по телевизору. Чалма, халат. Ну естественно на дорогу это всё снаржение. Чалма, халат. Я просто представил себе как он должен выглядеть. Примерно как бы должен выглядеть. Ну думаю, я когда его увижу, то есть я узнаю. А тут подъезжает машина. Причём она, как это сейчас принято в России, передние растонированные. То есть прозрачные. А задние растонированные по старой памятнике остались. То есть на заднем сиденье человека не видно. А на переднем сиденье сидит молодой человек. Ну тоже такой кавказской внешности. И девушка. Русые волосы будут такие. Ну русская девушка. И они вот рядом на медленной скорости мимо меня едут. Мимо велосипеда. То есть они видят велосипед. И подъезжает. Когда они начали уже подъезжать к посту. То есть этот пост заброшенный. Сюда никто не подъезжает. Кроме меня там никого не было. Да это пост заброшенный пост. И когда эта машина. Эти люди. Видно было, что они ищут кого-то. Да. То есть они. У них тоже не было улыбок. То есть они такие вот. Какие-то загадочные. То есть они увидали. Обычно на мой велосипед всегда обращали внимание. В дороге как бы. Но у них не было такого любопытства. То есть. Что за велосипед там. У них просто как бы. То есть они искали место где встать. То есть рядом с этим велосипедом. Повернули. Я такой. Может быть они. Ну не может быть этот молодой человек. И мама. И потом как бы вроде по голосу. Ну как соотношение. Чисто. Конечно возможно. Ну. Заблуждаюсь. Но все равно как бы. Думаю что. Внешность человека. Более менее. С голосом. Как бы. По телефону. Можно. Сопоставить. Да. Тут. Раз. Двери открываются. Выходят. Я тогда. Уже. Ну. Честно сказать. Ну. Внутри. Вот. Внутри. Какая-то. Радость. Сыграла. Ну. Так. Что Аллах есть. Ну. Ноги сразу. Расслабились. Думаю. Я быстренько уже шли. Я спасел. Ну. Люди. Ну. Как. С леса выйти. Как Робинзон. Такое. Было впечатление. Выйти с леса. И. Увидеть людей. Хотя. В принципе. Круглые сутки. Люди. Сопроводились. Машины. Шум. Этот. Постоянный. Гу. Машин. Потом. Последние дни. Эти. Вот. Дожди. Начались. Грязь. Вот. Постоянно. Весь. Грязный. Как бы. Где-то. Есть. Фотографии. Нашей встречи. Там. На тех фотографиях. Там. В страшном виде. Там. Я там. Вообще. Ну. Так. В принципе. Добрался я. До Тамбова. Тоже. В принципе. Там. Кое-какие. Были с машиной. Машина. То не заводилась. То заводилась. Уже ночью. Приехали. Глубокую ночь. У Стамбов. Там. Переночевали. Потом. Уже. Днем. Поехали. Там. На трассе. Из кафе. Там. Ждали автобус. Нет. Ребята. Подъехали. Я как раз. Стоял. Владелец. Лесовладелец. Кафе. Шамиль. Мы с ним стояли. Разговаривали. Дело в том, что. Знаешь. Когда. Узнали. Шамиль. Его зовут. Шамиль. Он. Кумык. Сам. Из Каспийска. Владелец. Кафе. Как бы. Вот. Вот. Когда узнали. Что. Потерял паспорт. По дороге. Мы с ним. Как бы. Договорились. Ну. Так как. По. Территорию. Волгоградской трассе. Да. Вообще. По бетонке. Много ездим. Вот. Дагестан. Тамбов. Иногда. Автобус. Проверяет. Особенно. Калмыки. Там. На. Предмет. Документов. Паспорта. И. Мы с ним. Как бы. Договорились. Говорю. Мне бы. Не хотелось. Так что. Вот. Проверить. Где-то. Паспорта. Высадили. Опять. Будет. Как бы. Да. Уйма. Времени. Займет. Будет. Устанавливать. Лесний. Человек. Туда. Говорю. Давай. Другой. Транспорт. Какой-то. И тут. Как раз. Подъехали. Эти ребята. А этих. Ребят. Я уже. Довольно. Долго. Давно. Он знал. Как бы. Что они едут там. Они. Ребята. Иманом. Такие. Верующие ребята. Как бы. И. Шамиль. Я говорю. Давай. Поговори. С ними. Как бы. Они. У него. Останавливаются. Постоянно. У него. Кушает. Как бы. Как. Сказал. Как бы. Видишь. Человек. Тут. Едет. Человек. Он. Когда. Ну. Вышел. Шамиль. Как. Я стоял. На улице. Мне нужно было. У меня. Болит колено. Мне нужно. Двигаться. Стоишь. Или. Сидишь. Когда. Он. Начинает болеть. Я вот. Двигался. Иду. В ожидании. Когда же. Автобус будет. Выжил. Шамиль. Мы с ним разговаривали. Вышел. Аташ. Они. С кем-то. И. Шамиль. Ему. Говорит. Видишь. А. Ну. Опять же. Велосипед. Бросается. В глаза. Аташ. Говорит. Нифига. У тебя. Тут. Ты знаешь. Чей. Кто это. Якутия. Ну. Как бы. Шамиль. Знал мою историю. Да. И. Тогда. Вот. У. Аташа. Я. Увидел. Это. Не. То. Чтобы. Замешкался. Он. Просто. Спросил. А. Чего. Он. Здесь. Делает. Давай. Он. Дагестан. Домой. Зачем. Автобус. Я. Сейчас. Его. Сразу. Без проблем. Заберу. Вообще. Как бы. Никаких. Как бы. Разговоров. Возьмите. Вообще. Ребята. Ребята. Алхамдуллах. Ребята. Очень. Во-первых. Наверное. Всю дорогу. Общались. Ребята. Богобоязненные. Ребята. Ребята. Которые. Молятся. Ребята. Которые. Всю дорогу. Есть. Только. Халяльная еда. Как бы. Да. Которые. Остерегаются. Которые. Хотят. Что-то. Делать. Полезное. На пути Аллаха. Получить. За это. Замен. Награду. От Аллаха. И он. Тоже. Говорит. Какие проблемы. Никакой. Проблемы. Давай. Все. Ахамдуллах. Мы его. Посадили. Ну. Единственное. У нас. Просто. Как бы. Перестраховали. Думали. Ну. Что. Конечно. Да. Из-за документа. Ни в коем случае. Намерения не было. Даже. Разойтись. Там. По разным машинам. Вот. Так как. Я знал. Что. У них. Там. иномарка. Этому иномарку. Как бы. Запечатано. Все. Доформировано. Никто его не проверяет. Ни на личный. Паспорт. Там. Или на что-то. Там. Ну. Тем более. Свободно проедут. И. Никаких препятствий не будет. Вот. Единственное. Ну. Дорогу. Архамделля. Они добрались нормально. Благополучно. Как бы. Он позвонил. Все. Архамделля. Доехали. Все нормально. Вот. И. Следом. Я приехал. Тоже. Следом. Приехал. Вот. Когда сказал. Что я поеду на встречу. Да. Вот. Действительно. Вот. Тем более. Не то что на встречу поеду. Ну. Как бы. С первого дня. Как. Я номер получил. Его. Да. Начал созваниваться. Я. Честно сказать. Аллах свидетель. Место не мог находить. Думал. Субханаллах. Как так. Вот. Ну. Хотя. Представлял. Да. Сила воли есть человек. Человек может. Не сомневался в этом. Что. Человек ради Аллаха. Если выехал. Да. Выехал. С намерением. Что. Он как бы. Будет ехать. Но. В то же время. Как бы. Думал. Субханаллах. Как я. В сухом месте. Вроде бы. Нахожусь. У меня интернет. Как бы. Все дела. Там. Все нормально. Вроде бы. Тепло. Кушать. Все есть. И. Аллах свидетель. Место не мог находить. Думаю. Ну. Что. Надо делать. Я. Звоню. Как бы. Я. Говорю. Славик. Брат. Как ты. Да. Нормально. Говорит. 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 Где остановился. Да. Как бы. Выбрал. Дерево. Какой-то. Чуть побольше. Листами. Меньше капало. Говорит. Устроился. Вроде бы. Говорит. Ни холодно. Ничего. Говорит. Вроде бы. Нормально. Все это. В особе. Опять. Утром. Добрался. Как раз. Ребятам. Позвонил. Я. Говорит. Ну. Это. Два дня. Вообще. Говорит. Ну. Что такое. Говорит. Для меня. Как бы. Да. Не то. Что. 600. Километров. В одну сторону. Если бы. Было бы. 6000. Километров. Аллах свидетель. Я. Поехал бы. И туда. Тоже. Поехал бы. Вот. Человек. Едет. 8000. Километров. На велосипеде. А тут. 600. Километров. На машине. Тепло. Пензи. Приехали. Имам мечети. Я говорю. Имам мечети. Имам мечеть. Встречает нас. Пензи. Намаз почитали. Покушали. Пензи. Свободного. Поехали. Заходи. Меня Hall.